Они говорили о необходимости расширять возможность электронного голосования. Кто-то был против, ну, по разным соображениям. Но в конце концов, все-таки победила точка зрения тех, кто посчитал, что это прозрачно, цивилизованно, по-современному, дает возможность подавляющему большинству людей реализовать свои гражданские права. Мэр Собянин на этом тоже настаивал. В конечном итоге мы начали расширять эту практику. Во-первых, она прозрачна, и она абсолютно объективна. Это не то, что вот в Соединенных Штатах голосование по почте. Нет, вот вы заулыбались, а это имеет значение. Но голосование по почте, что это такое? Вот пришел человек, вот сегодня у нас, ну и в Штатах когда-то, заканчивается время голосования. А бюллетини можно вбрасывать до 12 часов ночи, потому что штемпель-то ставят на почте. В те сутки, которые еще не закончились, потом у нас работало большое количество наблюдателей, в том числе иностранных государств. И неважно, имеют ли они отношение к ОБСЕ или не имеют. Это независимые люди. Они сидят, да, и представители партии стоят и смотрят, как идет процесс голосования. А здесь что такое на голосование по почте в Соединенных Штатах Америки? Кто там стоит и контролирует? Да никто. Купили за 10 долларов голос, а потом скупили тысячи голосов. Пришли пачкой, вбросили до 19 часов ночи и все, вот вам и голосовали. Вот вам и демократия.